Матушка возьмёт ведро Молча принесёт воды Едва ли каждая школа может похвастаться такой богатой историей, которую по крупицам собирают и бережно хранят в музее. 1934 год. В самом центре деревни Акишева среди маленьких деревянных домов построили двухэтажный дворец знаний на 200 учеников. 38 лет её звали Акишевской. Война. В здании школы штаб 21-й Московской дивизии народного ополчения, затем военный госпиталь. Ученики помогают ухаживать за ранеными. После войны в стенах школы вновь зазвучал озорной детский смех. 1972 год. Второе новоселье. В 1986-м получают звание Одинцовской гимназии номер 7. Но как бы она ни называлась и в каком здании ни находилась, самый главный секрет в огромной любви к детям и своему подчас нелёгкому делу. Дети сейчас очень интересные, дети сейчас очень нестандартные, дети сейчас очень хорошие, потому что дети хорошие, самые замечательные они всегда, какое бы время дети ни были. Мы всех их очень любим. И работать с ними становится с каждым годом всё интереснее и интереснее. Сегодня в гимназии обучаются более тысячи детей. Работают полсотни лучших педагогов, многие имеют научную степень и профессиональные регалии. Гимназисты ведут активную спортивную, творческую и общественную жизнь. Вместе с учителями проводят экологические и благотворительные акции. Хочу всем пожелать точно так же в гимназии быть креативными, грамотными, передовыми, счастливыми, красивыми. Дай Бог вам, что всё получалось. С юбилеем, с такой круглой датой, и хотел бы пожелать, чтобы впредь в этих стенах рождались лучшие умы, лучшие люди. Не один десяток тысяч учеников за всю историю прошёл через эту школу. Уверен, что в наши дни среди них есть герои, есть люди, которые славят нашу Родину. Лучшим сотрудникам вручили благодарственные письма, грамоты и подарки. И учителя, и гимназисты подготовили творческие номера и, конечно, звучали искренние поздравления. Завершился праздничный день чаепития. Гимназия началась в 86-й год, чтобы продолжить открывать мир детям. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова. Денис Харламов, телекомпания Одинцова.